Времени все меньше! Телегин! Гол! Гол! И Телегин! Это какая-то гениальная передача. Сейчас Леонель Месси просто нервно закурил. Ну, как по шайбам, не знаю. Но то, что будет агрессия, то, что будет быстрая игра с большим количеством силовых приемов, я думаю, что это будет точно. Ну, я считаю, что команда, в общем-то, отдохнула и поработала, поэтому... А настроение хорошее. В принципе, с этим можно жить. А Кокорлицкий надали в пятаке. Бросок! Отбивает Девченко и заводит шайбу в ворота Казань. Первое же удаление реализовано. 1-0. Акбар с ногой вперед. Все, вообще классик. Просто подъем шайбы на синий ленинг. И вы посмотрите, она ведь попадает там по ходу дела в Алексея Береглатова, то есть в воинов. Щелкнулся мимо, и она в ногу перекладывала, поэтому Девченко сделала движение вправо. Вот, видите, она в ногу... А, там два рикошета. Там от Жаркова еще до этого. Подставлена клюшка, ритм Буше, но выше шайба полетела. Здесь упреждающий силовой Акбушет достается Токранову, который пытался его расколоть. Токранов тут пытается взять свое, поправляет шлем. Бросок Ткачева. Пайгин, кто-то участвовал, помог. И снова за ворота. Снова Арсений Наталчинского. На позиционку авангарда Пайгин. Ничего себе. Всю душу вкладывает зияд в этот бросок, но на месте Белялов. Уронили Дергачева. Тот с недоумением посмотрел на арбитра. Даже успел всплеснуть руками. Замечательная атмосфера, хороший такой накал. Боевой матч такой и много силовой борьбы. Но там уже никого из партнеров не оказалось. И теперь атака 3 в 1. С двумя догоняющими пас Шибачева. Бросок. И Демченко говорит, не сейчас. Выбирался в центр. Ткачев у шайбы приходит. Белов подключился. Четверо мячей в атаке. И щиток Белялову шайба попадает. И снова Белов так призывно набрасывает на дальнюю штабу. Здесь Лукоянову не дает прорваться. Толчинский. И там уже заряжает партнер. Но есть подключение по центру Грицук. И Белялов спасает свою команду. Это лучший шанс. Продавил его здесь. И Дергачев выруливает бросок. В дальний цепляет шальбу Белялов. И на подборе опять. А мячи лучше. А сейчас как Орлицкий в районе чужой синий. Получает. Это Шипачева. Выход 1 на 1. Гол. 2-0. Айда Когарлицкий. А вот это 50-й матч континентальной хоккейной лиги в Кубке Гагарина. У Дмитрия. И это пока матч-концерт. Два из двух. Когарлицкий конечно забивает. Причем забивает здорово. Просто низом. Сафонов уже поехал меняться. А Галиев просто был далеко от места событий. Грицу бросает. И Белялов на месте. Светберг теряет Клюшку. Он недоволен. Он считает, что против него были нарушены правила. Горячит на судью. Бьет Петрова. И вот эта пауза очень кстати. Потому что Вите нужно выйти. Вот просто чтобы не схватить здесь дисциплинарный штраф. Потому что он разъярет. Клюшка Якубова. Но я думаю, что она сантиметром на 40 короче, чем нужна была. Возьмите Клюшку у своего ребенка. Поэкспериментируйте. Почувствуйте себя с Светбергом. Ну а тем временем звучит сирена, Возвещающий об окончании второго периода. В этой 20 минутке снова выстрелил Дмитрий Когарлицкий. Забросил свою вторую шайбу в этом матче. И 2-0. Акбарс впереди. Ну, немножко, конечно, мы потеряли игровой ритм. Это чувствуется. Немножко в первый период тоже был так. Суета где-то, да. Ну, сейчас войдем, я думаю, в серию. Как обычно Антила делал, когда за Йогерик выступал. Так, вот момент. Просок. Это Дыняк выцеливал дальнюю девятку. И он очень раздосадован тем, что... А там перекладина, кстати. Наш Шипачева делает передачу. Вбрасывает Вадим. Очень расчетливо шайбу. Приходит к Радулову. Бросок. Пролетает шайба сквозь экипировку Демченко. Но застревает в краске. И все время этого перерыва технический персонал авангарда колдовал над шлемом Василия Демченко. Но удалось привести его в должное состояние. Демченко занимает место в ворота комской команды. И не позволит Дыняку найти острое продолжение. На битаке. Своё первое большинство в этом матче реализуют. Демченко на месте. Галиев первый на шайбе. И опять на брос. Там Панюков конёк, по-моему, подставил. В шлем Демченко попадает. А сейчас Панюков мог заканчивать вообще всё. Да? Он просто не попал в ворота. Ну это удивительно. Может быть и поторопился. Ну естественно он торопился, потому что он был на пятачке. Он не знал, что он один. И в итоге шайба достается о мячам. Буше на синюю. Там Береглазов переводит на дальний борт. Снова к Береглазову шайба приходит. Бросок. И это две. Это две. Хоть и слёту, но за пределы площадки. Без каких бы то ни было рикошетов. За пятьдесят две секунды до конца третьего периода Авангард получает численное преимущество. Буше там выглядывает. Щёлочку не видит пока её. Вот бросок. Ложится под шайбу Дыняк. Времени всё меньше. Телегин. Гол. 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 Они делают это за 3,7 секунды до конца третьего периода. И Телегин. Это какая-то гениальная передача. Сейчас Лионель Месси просто нервно закурил. Телегин. Настолько тонкий пас отдал на пятак. Причём после замаха. Ну, конечно, Телегин. Это просто фантастика. Вот. И, кстати, там вот почти-то перехватил Воронков. Удивительно начинается одна-вторая кубка Гагарина. Семёнов. Панюков. Гол. 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 Слушай, это фантастика какая-то. Да. Семёнов и Панюков. Люди, которые могли... Которые поспособствовали вот такому ворот событий. Панюков не забил при 2-1. Семёнов удалился в концовке. И надо же такому случиться, что именно эти два джентльмена... Один отдал, а другой забросил. И 3-2. Этот овертайм заканчивается в пользу Акбарса. Удивительно! И тут повторяться не буду. Вы сами всё прекрасно поднимайте. Ну, очень напряжённая игра. Много борьбы. Хорошие скорости. Отличная игра. Что нужно изменить в следующей игре, чтобы изменить результат? Ну, надо больше на одну забить, будет результат лучше. Сделаем игра была хорошая, команда играла хорошо. Я не могу сказать, что у нас что-то не получалось. Команда, в общем-то, выполняла игровое задание. К сожалению, вот наше удаление немножко подвели, конечно, сломали. Не сломали, а испортили, так скажем. Это хорошо, что мы все же в овертайме забили гол. Ну, ребята молодцы, все равно забили гол. Игра хорошая была, играли хорошо. Но, опять же, нюансы, нюансы, ребята, вот это плей-офф. Удаление ненужное, ненужное удаление. Они ломают игру. Поэтому давайте сделаем правильные выводы и готовимся к следующей матче. Молодцы сегодня. Продолжение следует...